С вами Рик Реннер. Я нахожусь в Москве и стою перед гигантским памятником Дзержинскому. В коммунистической России, при Ленине, Дзержинский возглавлял Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию. Этот человек был наделен полномочиями преследовать людей. По его приказу были арестованы тысячи людей, многие из которых затем оказались в ГУЛАГе, в тюрьмах и колониях. А многие просто исчезли бесследно, были расстреляны по приказу все того же человека. Современники Дзержинского считали его чудовищем. Когда-то его памятник стоял перед зданием КГБ. Но, в 1991 году, после крушения Советского Союза, городские власти решили демонтировать и вывести памятник. Знаете, своим решением Иисус лишил дьявола полномочий преследователя, направленных против вас. Дьявол все еще пытается нанести вам поражение, но Иисус уже решил исход этих попыток. У дьявола нет власти, и сегодня мы поговорим о том, как вам построить защитную стену, чтобы дьявол больше никогда не смог проникнуть в вашу жизнь. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Дьявол ищет повода проникнуть в вашу жизнь. Он ищет лазейку, какое-то прегрешение с вашей стороны. И обычно это и становится дверцей, через которую дьявол получает доступ к вашим личным делам. Об этом мы поговорим сегодня, и это важная тема. Начну с первого послания Анны, 4 главы, 4 стиха, где говорится, «Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире». У нас нет причин бояться дьявола. Но будет глупо забывать о существовании дьявола. А он есть. Кто-то скажет, «Мне не нравится говорить о дьяволе». Почему все эти разговоры о нем? Я спрошу. У вашей машины есть сигнализация? Если есть, зачем она вам? Потому что вы не хотите, чтобы кто-то залез в вашу машину. Спрошу о доме. У вас в доме есть сигнализация? Если стоит, значит ли это, что вам не достает веры? Нет. Это значит, что вы разумный человек. Вы защитили свой дом, чтобы в него не смогли проникнуть воры. Петр призывает нас. Презвитесь. Бодрствуйте. Слово «бодрствуйте», как мы поняли, означает «будьте в повышенной готовности». Постройте стену, баррикаду. Сделайте все, что можно. Почему? Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рычащий лев, ища, кого поглотить. Вокруг вас ходит враг. И как вы не хотите, чтобы вор залез в вашу машину или пробрался в ваш дом, так же вы не захотите, чтобы дьявол оказался в вашей жизни. Для этого вам и нужна сигнализация, система безопасности. Вам нужно быть постоянно готовым. Вот что говорит нам Библия в первом послании Петра, пятой главе, восьмом стихе. Этого мы сегодня коснемся. Но вначале напомню, что мы предлагаем мой цикл «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Он состоит из десяти эпизодов, основанных на этих передачах, и к нему прилагается замечательное пособие. В этом пособии даются все слова на греческом, используемые в текстах. Наши зрители постоянно присылают вопросы о греческих словах, их значении, написании. Вопросы приходят по почте, по электронной почте, через соцсети. Я признателен вам за сообщение. Большое спасибо. Пишите мне. Так хорошо читать вопросы и просьбы о молитве. Мы ответим. В учебном пособии предлагается масса нужного и полезного материала. Замечательное пособие прилагается к этому циклу из десяти частей. Прочту отрывок из этого пособия. В этих проповедях Рик, это я, подчеркивает, что щели в стенах нашей личной жизни позволяют дьяволу проникнуть на нашу территорию и обкрадывать нас. Дьявол — клептоман. Ему нужно все, что у вас есть, просто потому, что красть для него — естественно. Вот он и ищет способ пробраться в ваш дом, в вашу семью, в жизнь ваших детей и в ваше здоровье, чтобы заполучить все, что есть. Он вор, и это его суть. Так как же построить стену настолько надежную, чтобы враг не проник на вашу территорию? Какие меры вам принять, чтобы не отдать ему ничего из своей жизни? Будьте уверены, намерение врага уничтожить вас, но вы можете не подпускать его к себе, и важно знать, как этого добиться. Данный цикл об этом. Этот материал поможет вам научиться применять духовное оружие для победы над врагом. Вам необходимо знать о дарованном вам духовном всеоружии. Это настоящий кладезь полезного материала. Скачайте этот материал, и вы научитесь противостоять притязаниям врага на вашу жизнь. Сегодня я прочту свои заметки, так как приготовил для вас много материала, и надеюсь, что это не просто материал, а источник откровения, способный повлиять на ваш образ жизни. Итак, в 1 Петра, 5 главе, 8 стихе, Петр, старейшина церкви, обращаясь к своим читателям, дает им практические советы о христианской жизни. Он пишет, 1 Петра, 5, 8, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Начнем со слова «поглотить», которое указывает на намерение дьявола. Если, если он получит доступ к вашим личным делам, если он поводет внутрь, он захочет вас поглотить, мы уже поняли, что слово «поглотить» означает не «съесть мясо», а «выхлебать жидкость». В нашем стихе написано, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Кажется, что это образ льва. Умертвив добычу, лев съедает с нее мясо. И при чтении этого стиха обычно представляется именно такая картина. «Лев, жующий мясо, содранный им с пойманной добычей». Однако, глагол «поглотить» на греческом «пино». Это слово означает «выпить», а в этом стихе «выхлебать». Этим словом Петр сообщает нам с вами, что если дьявол влезет в вашу жизнь, можете не сомневаться, его намерение не просто вас помучит, причинить вред, съесть и поглотить. Он хочет поглотить вас целиком, полностью, и затем выпить из вас все соки, так, чтобы в конечном итоге от вас не осталось даже мокрого места. На моем веку служителя, подобные разрушения постигали многих людей. Очень многих. Дьявол пробирается в жизнь. И когда не реагируют на это нападение, как следует, ух, их жизнь начинает катиться под откос. Дьявол влезает в одну сферу жизни, потом в другую, круша все на своем пути. И в конечном итоге вся их жизнь наперекосяк. А дьявол не оставляет от них даже мокрого места. Может быть, и с вами случалось что-то подобное. Скажем, в ваших отношениях с кем-то. Вы теряли друзей. Но как дьяволу удалось это сделать? Может, он напал на ваших детей. Поступайте мудро. Поймите, как он влез. Может, под прицелом ваше здоровье. Что ж, не говорите «моё здоровье» под прицелом, а просто закройте дверь, чтобы у дьявола больше не было доступа к вашему здоровью. Или, может быть, это ваша семья, брак, деньги. Любая жизненная сфера. Враг ищет лазейку. Закройте все двери. Заделайте трещины. А если он уже пробрался внутрь, для того, чтобы выгнать его, вам понадобится духовное всеоружие. И Петр все это понимал. И потому обращается к своим читателям, как мудрый пастор, говорит нам с вами, взывает к нам, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что...» Он объясняет причину. «Потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий леп, ища, кого поглотить». Мы уже говорили, что слово «трезвитесь», греческое слово «нифо», вкратце напомню, что оно означает, «быть трезвым, непьяным», или быть свободным от бредового состояния, искаженного восприятия реальности и галлюцинаций, которые обычно возникают в состоянии опьянения. Мыслить ясно. Не как глупые пьяницы. Мне очень нравится такое толкование. Быть свободным от глупого мышления, следовательно, обладать здравомыслием и четкими, ясными суждениями и способностью контролировать мыслительный процесс, контролировать свои реакции в противовес тому, когда человеком управляют внезапные порывы, импульсы, капризы, изменчивые эмоции. Обладать смекалкой. Мыслить рационально, а не иррационально. Быть свободным от состояния опьянения, находясь в котором человек перестает следить за собой, и как в порядке вещей предается глупому поведению, нерассудительным разговорам, подвержен вредоносным решениям. Или, глагол «трезвитесь», греческое «нифо», означает «размышлять о серьезных вещах». Вот как. Проснитесь, будьте серьезными, не теряйте самообладание, мыслите четко, а не как опьяневший глупец. Далее Петр пишет. Не только «трезвитесь», но и «бодрствуете». Глагол «бодрствуете» на греческом «Григорио». Если вас зовут Григория или Гриша, ваше имя произошло от этого слова. Глагол «Григорио», переведенный в 1 Петра 5 главе, в 8 стихе как «бодрствовать», мы выяснили, что глагол «Григорио» означает «пробудиться ото сна». Не быть сонливым, проснуться, не быть заспанным, небрежным, быть внимательным, то есть небеспечным или невнимательным, быть предельно внимательным, быть на чеку, соблюдать меры предосторожности, быть в полной боевой готовности, пребывать на защите своих границ ввиду присутствия враждебных внешних сил или врага. Фактически, глагол «бодрствовать» использовался тогда, когда внешние враги пытались пересечь границу. Когда вам известно о чьих-то намерениях пересечь вашу границу, как быть? Сказать «посмотрим, что будет, когда нападут»? Конечно нет. Вы принимаете профилактические меры. Вы делаете все необходимое, чтобы не дать врагу напасть на вас. Вот для чего вам нужна автомобильная сигнализация, система безопасности в доме. Вот для чего вам нужна компьютерная антивирусная программа для предотвращения взлома. Таким образом, вы стремитесь предотвратить любые возможные неприятности. Петр призывает нас, примите профилактические меры, построите защитную стену, будьте трезвыми, не теряйте самоконтроль, пробудитесь, не окажитесь сонливыми в самый ответственный момент. Настройтесь серьезно, бодрствуйте, построите защитную стену. Вокруг бродит зло и хочет пролезть к вам. И вам нужно сделать все, чтобы этого не произошло. Петр называет зло по имени. В первом послании Петра, пятой главе, восьмом стихе, говорится, «противник ваш дьявол». Сегодня мы поговорим о слове «противник», и я верю, что для вас это будет откровением. На греческом слово «противник» весьма уникально. Это слово «антидикос». Сфера применения этого слова определена четко, особенно в греческой культуре и языке первого столетия. Слово «антидикос», которое в первом Петра, пятой главе, восьмом стихе, переведено как «противник». Послушайте внимательно. Это слово указывает на юриста, который участвует в судебных тяжбах. Обвинителя, который участвует в судебных тяжбах. Обвинитель или прокурор по какому-то делу. То есть, во-первых, это юрист, который участвует. Прокурор, обвинитель по какому-то делу. Обвиняющая сторона, решительно выступающая против обвиняемого. Противник в судебной тяжбе. А сейчас, внимательно, будет интересно. Обвинитель или прокурор пытается добиться обвинительного приговора для подсудимого на основании имеющихся у него сведений о поступках и действиях подсудимого. Повторю, обвинитель или прокурор. Греческое слово анти-дикос. Тот, кто пытается добиться обвинительного приговора для подсудимого на основании имеющихся у него сведений о поступках и действиях подсудимого. Или юрист, выдвигающий официальное обвинение против человека на основании факта нарушения действующего законодательства. Подумайте о слове прокурор в наше время. Чем занимается прокурор? Прокурор преследует. Как он преследует? Он же не может обвинить человека просто так. Нужны улики, факты, правонарушения, преступления закона. И, обладая фактами, прокурор выдвигает обвинение с целью осудить преступника. Ему, прокурору или обвинителю нужны доказательства. Позвольте привести несколько примеров использования слова анти-дикос в Писании. Мы прочтем четыре стиха. Первый стих от Матфея 5, 25. Матфея 5, 25, слово анти-дикос или в переводе с греческого прокурор встречается дважды. Это слова Иисуса. Мирись с соперником твоим скорее. Слово соперник здесь, греческое слово анти-дикос. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник повторно использование греческого слова анти-дикос не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Буквально с греческого этот стих можно перевести так. Скорее согласись с обвиняющим тебя, чтобы в определенный момент твой обвинитель не передал дело судье. Или от Луки 12, 58 стих. Иисус говорит, когда ты идешь с соперником, вот это слово, греческое слово анти-дикос, когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг бы тебя в темницу. В этом стихе описываются все юридические процедуры. В Луки 12, 58 слово соперник, греческое слово анти-дикос. И буквально этот стих переведем так. Когда ты идешь со своим противником, то есть обвинителем, выдвигающим против тебя официальное обвинение на основании доказательств твоего злодеяния, обвинитель ссылается на доказательство проступка. Послушайте от Луки 18, стих 3. Иисус говорит, «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего». Слово соперник здесь, греческое слово анти-дикос, подчеркивает беспощадное преследование прокурором или обвинителем. Вот как можно перевести точнее. «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от противника, который пытается беспощадно преследовать меня, пока не добьется моего поражения». Или возвращаемся к 1 Петра 5 главе 8 стиху, который мы изучаем, где Петр пишет «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Все то же слово «противник» — греческое «антидикос». 1 Петра 5 главу 8 стих фактически можно прочитать вот так. Послушайте внимательно. Презвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол, подобно обвиняющему юристу, прокурору, ищет какую-то лазейку в вашей жизни, какое-то духовное правонарушение, случай, когда вы нарушили какой-то духовный закон. И подобно обвиняющей стороне в суде, он будет использовать это доказательство вашего нарушения, чтобы преследовать вас до полного вашего поражения. Я надеюсь, вы только что услышали эту истину. Услышали. Внимание, я повторю. Точный перевод греческого слова «антидикос» в контексте 1 Петра 5 главы 8 стиха. Послушайте. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что дьявол, подобно обвиняющему юристу, ищет какую-нибудь лазейку в вашей жизни, какое-то духовное правонарушение, случай, когда вы нарушили какой-то духовный закон, и подобно обвиняющей стороне в суде, он будет использовать это доказательство вашего нарушения, чтобы преследовать вас до полного вашего поражения». Вот каково значение слова «противник», греческого слова «антидикос». Мы уже сказали, что дьявол ищет зацепку, лазейку, в нашу жизнь. И в данном стихе Петр подробно описывает нам, какую именно лазейку высматривает дьявол. По словам Петра, дьявол поступает как противник, как антидикос, как обвинитель в судебной системе. Зачитаю своих заметок. Пожалуйста, послушайте. Дьявол исследует ваши поступки. Вы слышите? Вот почему вам нужны трезвость и серьезный настрой. Дьявол исследует ваши поступки, когда вы поступили неподобающе, нарушили какой-то духовный закон. Он все это замечает. Ему нужна зацепка, чтобы ухватиться за вас и приступить к обвинению, цель которого — ваше поражение. Но в вас, в вас живет тот, кто сильнее дьявола, в вас Дух Святой. И вы во Христе защищены. Но, нарушив закон, вы открываете дверцу, через которую дьявол проникает в вашу жизнь. Приведу несколько практических примеров, исключительно практических. Шесть примеров. Кредитные карты. Что бывает, когда вы ими увлекаетесь? Вы создаете себе финансовые трудности. Как думают некоторые, предложение очередной кредитки станет решением проблем. Люди думают, Бог послал очередную кредитку, чтобы восполнить нужды. На самом деле, злоупотребляя кредиткой или кредитной картой, открывают дверь врагу, забыв о здравомыслии. Они нарушают правила, и дьявол это обнаруживает, и затем влезает в финансовые дела. А верующие кричат, помолитесь за меня, дьявол ворует у меня деньги. У дьявола не было права касаться ваших денег. Нет у него таких полномочий. Пока вы сами не открываете дверцу. У него появляется лазейка. Он обнаруживает право нарушения. Вам в таком случае нужно покаяться за неразумное использование кредитной карты. Второй пример. Лишний вес. У верующих с лишним весом жизнь тяжела и трудна. Я никого не сужу. Я и сам долгое время боролся с лишним весом, но скажу прямо. Если постоянно питаться фастфудом и подобной едой, и еще наедаться на ночь глядя, организм страдает, вы набираете вес, у вас нарушается химический баланс, поднимается давление, вы будете пенять на дьявола, мол, дьявол лишает меня здоровья. Он нападает на мой организм, а кто ему позволил, кто позволил. У него самого нет такой власти. Кто-то предоставил доступ. Или неумение отдыхать и восстанавливать физические силы. Должен признаться, в свое время я был виновен в этом. В большинстве случаев причиной моего физического недомогания послужило отсутствие элементарного отдыха. Перетрудился. А раз я не дал себе отдохнуть и прийти в себя, у дьявола появлялся повод. И я заболевал. Говорю как на духу. Где наше здравомыслие? Или проводить мало времени с супругой или супругом. Вы заняты, мало общаетесь, никуда вместе не ходите, никакого досуга. Ваше общение с супругом или супругой сошло на нет. И затем вы сетуете на то, что отдалились друг от друга. Ваши отношения охладели, вы стали чужими. Из-за чего? Просто не проводили время друг с другом. И открывается дверь для дьявола, через которую он влезает между супругами. А еще? Не отдавать десятину. Это нарушение духовного закона. Дьявол знает про вашу десятину. Когда вы не отдаёте десятину, у дьявола появляется повод, который он использует, чтобы навлечь на вас материальное проклятие. Или непостоянство в методах воспитания детей. Вы кричите на детей, грозите наказать, потом забываете, и что дальше? Открывается дверца. Ваши дети перестают воспринимать вас серьезно и верить вам. Они не верят, что вы проявите власть в доме. Сделаете, что сказали. Все это лишь угрозы. И от этого дети перестают считаться с властью старших. А непочтительные дети вскоре станут непочтительными взрослыми. Так кто же заварил всю эту кашу? Тот, кто нарушил духовный принцип. За всеми нападениями врага обычно стоит недостаток здравомыслия. Итак, Петр пишет, что дьявол действует подобно противнику. Он юрист со стороны обвинения. И как мы поняли, дьявол ищет факт духовного правонарушения. Он видит, как вы что-то натворили, как вы нарушили духовный закон, и сразу же превращает это в повод для нападения, чтобы преследовать вас по закону и добиться вашего обвинения. Что ж, если вы нарушили какой-то духовный закон, и по причине этого нарушения дьявол как прокурор, обвинитель пробрался в вашу жизнь и разносит ее в пух и прах, что вам делают? Во-первых, попросите прощения у Бога. Исповедуйтесь Ему. По 1 Иоанна, 1 главе 9 стиху. Встаньте под кровь Иисуса. А когда кровь Иисуса омоет вас, у вас появится духовная власть вытеснить дьявола вон из своей жизни. Бог не желает, чтобы вы стали жертвой дьявола. Мы все ошибаемся. Но через покаяние, благодаря крови Иисуса, мы очищаемся, а впредь бодрствуем и живем осмотрительно. Мы выстраиваем свою жизнь так, чтобы у дьявола больше не нашлось к нам доступа. Здорово. Это замечательно. И Петр продолжает, называя дьявола не просто противником, но и дьяволом. А что означает слово «дьявол»? Об этом мы поговорим в следующей передаче. Продолжим через минуту. Вы чувствуете, что находитесь под атакой. В ваших отношениях, финансах, здоровье. Библия говорит, что дьявол приходит украсть, убить и погубить. Но Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Не позвольте дьяволу проникнуть в вашу жизнь, и вы сможете одержать победу в каждой сфере. Из этой серии аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» вы узнаете, что ваша жизнь находится под постоянными атаками врага. Эта серия программ доступна в аудиоформате на нашем сайте ignc.org. Не пропустите это специальное предложение и скачайте бесплатно серию аудиопрограмм Рика Реннера на тему «Как не впустить дьявола в свою жизнь» на сайте ignc.org. Меня зовут Джо Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт iGinsey.org Помогая нам, вы помогаете другим. Правда жизни такова, что в нашем мире действует дьявол. Нравится нам это или нет, в нашем мире действительно есть дьявол. И он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И вам следует его останавливать, ведь иначе он испортит вашу жизнь, всю жизнь. Вы должны его останавливать. Я говорю о вас, а не о жителях нашей планеты. Речь о том, что дьявол пытается натворить что-то в вашей жизни, в вашей семье. Вам нужны конкретные меры против него. По этой причине, я приготовил для вас цикл уроков под названием «Как не впустить дьявола в свою жизнь». Это практический материал, основанный на этих передачах, с замечательным учебным пособием, чтобы вы смогли применять лично к себе все то, что сейчас звучит по этой теме. Вам необходимо знать о дарованном вам духовном всеоружии. Скачайте этот материал бесплатно на сайте ignc.org. В следующей передаче я зачитаю из своей книги о духовном оружии для победы над врагом. Мы подробно разберем о действиях дьявола и о том, что Библия говорит о слове «дьявол». Чтобы вы не дрогнули под натиском дьявола. Чудесно. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя во имя Иисуса за то, что Божье Слово истинно. Благодарю, что Ты не оставил нас в неведении, но предупредил нас о враге, призвал нас быть трезвыми и потребовал от нас бодрствовать, предупредив нас о том, что дьявол высматривает лазейку, чтобы пробраться в нашу жизнь. Помоги нам внимательно следить за собой, чтобы видеть свои нарушения, понимать, что это двери для дьявола в нашу жизнь, и помоги нам через покаяние закрывать все двери и заделывать все трещины во имя Иисуса. Помните, Экклесиаста 8.4, где слово «царя», там «власть». Пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин